Георгий и Ольга Арси. Китовая пристань. Наследие атамана Пугачёва. Пугачёв шестидесятью казаками пробился сквозь неприятельское войско и прискакал сам Пят в Бердскую Слободу с известием о своём поражении. Бунтовщики начали выбираться из Берды, кто верхом, кто на санях. На ваза громоздили заграбленное имущество. Пугачёв велел разбить бочки вина, стоявшие у его избы, опасаясь пьянства и смятения. Вино хлынуло по улице. Пугачёв бежал с десятью пушками, заграбленную добычей и с двумя тысячами остальной сволочи. В Берде найдено о семнадцать пушек, семнадцать бочек медных денег и множество хлеба. Пушкин Александр Сергеевич. История Пугачёва. 1833 год. Пролог. На одной из окраин города Оренбурга за забором из остроконечных брёвен стоял центральный тюремный острог. На его территории размещались двадцать две замшелые старые избы, крытые соломой. Внутренняя территория острога, разделённая деревянными заборами на шесть особых участков зон, была тоскливой, серой и невзрачной. Неспроста делился острог на особые зоны. Каждая из них имела собственное предназначение. На четырёх таких участках стояли по четыре избы камеры на двадцать-тридцать сидельцев. На одном участке в четырёх избах жили только бабы – ссыльные, осуждённые, подозреваемые, ждущие своего этапа на каторгу. На другом тоже в четырёх проживали свою никчёмную жизнь подозреваемые и последовательные людишки могучей империи, замаравшие себя уголовными деяниями. Следующие четыре избы камеры занимались ссыльные мужики. Ещё четыре – прочие осуждённые. Три избы, стоявшие в начале охраняемой территории, принадлежали охране и начальнику острога. Изба для тюремного начальства и проведения дознания была новее всех, да и внутри чистая и прибранная. Справными были и остальные две – изба для хранения оружия, проживания, отдыха тюремной охраны и изба-кухня для приготовления пищи сидельцам и охране, хранения всякого провианта. Ещё три строения стояли более особо от остальных. Забор между ними и остальным лагерем был повыше и поновее. Но сами избы камеры за этим забором, наоборот, были самые плохонькие, с подгнившими углами, самой дырявой соломой на крышах, вросшие в землю. Занимали эти избы особые людишки, наиболее опасные для спокойствия империи. В двух домах они жили постоянно, а в одной были обустроены две земляные тюрьмы и пять тесных тюремных чуланов. Земляные тюрьмы представляли собой глубокие ямы-колодцы, больше роста обычного человека, выложенные изнутри и по дну камнем. Сверху на них были положены тяжёлые брёвна и засыпаны землёй. Через небольшое отверстие, которое закрывали железной дверью замком, внизу выдавали скудную еду и воду, вытаскивали нечистоты. Сиделец выживал там на вечно сырой и гнилой соломе в полной темноте, одолеваемой полчищами паразитов и крыс. В чуланах тоже жизнь не баловала. Народец в них страдал от тесноты, окон не было, а значит и воздуха тоже. Особо плохо было русской зимушкой зимой. Холода подрывали и уничтожали и без того нет чёмное здоровье сидельцев этой особой территории. Как правило, сидельцы этих двух особых изб камер были полностью отпетым народцем, не раз учинявшим в период вольной жизни кровавые разбои и грабежи. На их молчаливой совести тяжёлым грузом обычно лежало несколько невинно убиенных, задушенных, утопленных, повешенных и сожжённых. Этот народец уже не поддавался ни увещеваниям, ни предупреждениям о более суровом наказании. Не раз бежали арестанты с каторги и из-под стражи, были наиболее опасными и жестокими, как дикие волки. На Оренбургской земле стоял сентябрь 1773 года. Ночами уже было прохладно. Однако днём солнце ещё баловало землю и людей своими тёплыми лучами. По двору особой территории центрального тюремного острога города Оренбурга ходили несколько сидельцев. Одежда на них была изорванной, ветхой, местами оголяла худые синюшные тела. Обуви не было. На правой ноге у каждого, кроме одного человека, были колодки. Две половинки деревянного обрубка длиной до аршина с вырезанным в них овальным отверстием для ноги. Обе половинки замыкались замками. Передвигаться в колодках было трудно. Люди ходили угрюмо и медленно, периодически спотыкаясь. Может, их думы были сосредоточены на прошлых жизненных неисправимых ошибках и преступлениях. Может, они думали о наступающей осени с её дождями и приближающимися холодами. Один из гуляющих по тюремному замку, 60-летний сутулый мужичок, деревянных обрубков не имел. На обеих грязных и желистых его ногах висела тяжёлая кованая железная цепь длиной в полтора шага с двумя широкими размыкающимися браслетами на концах. Этот арестант носил цепные оковы, двигаясь в них медленно и осторожно. Видимо, он был особо опасным, неисправимым, ожидал своей неминуемой смерти в этом остроге, так как человеком он уже явно не считался. На его измождённом лице, как и было предписано Высоким Сенатом Российской империи, стояли клеймов три приёма – на лбу ВО, на правой щеке Р, на левой твёрдый знак. Ноздри этого человека были вырваны вчистую, ухо сломано и ополовинено. Для всех вечных каторжан, важнейших преступников, обвинённых в тадьбе, в разбоях, во всяких воровствах было предписано законами Российской империи иметь такие знаки. От заклемения и вырезания ноздрей не освобождали ни пол, ни возраст, ни общественное положение. Всё говорило, что путь исправления и дальнейшей жизни в вольном народе для этого старика закрыт полностью, а значит, и никакой ценности он для общества не представляет. Однако взгляд этого сидельца был тяжёлым, острым, но совсем не печальным. Видимо, он совсем не собирался становиться на путь исправления. Возможно, верил в свою удачу, так часто его подводившую. Ветер трепал его редкие волосы, оголяя страшное рваное ухо неправильной формы. Зрелище было тяжёлым, но если более тщательно присмотреться, то можно было увидеть в этом человеке остатки природных сил. Таких, которые судьба даёт совсем не каждому, а редкому созданию, насмехаясь над планами и думами смертных людей. Вот и сейчас заключённый остановился и лукаво уставился в землю, провоцируя конвойного надзирателя на разговор. «Чего остановился? Эй, ты! Не положено! Пошёл вперёд!» – лениво крикнул конвойный, наблюдавший за прогулкой арестанта. «Чего-чего? Червячиха ползёт на сносях, рядом с ней барин, вот и боюсь цепью зашибить!» С ухмылкой ответил сиделец, нагло посмотрев в сторону конвоира. «Эх ты, дурень без ухи! Какой тебе червяк, барин? Где ты видел червячиху на сносях?» – уточнил конвойный, рассмеявшись. «Червяк – настоящий барин, всем баром барин, не читая вашему губернатору и прочим дворянам, потому как у него землю даже сам император российский забрать не может. Вольный он и богатый!» – ответил узник. «Хлопуша, ты и есть хлопуша! Враль, пустомеля! Иди вперёд, пока чулан не заработал! Эх, только могила тебя выпрямит!»